Привет, друзья! У нас очередной парный тест. Geely Atlas Pro в переднеприводном варианте. Нам и вам уже знаком. Видео с ним вы можете на нашем YouTube-канале найти. А вот и повод для встречи. Cherry Tiggo 7 Pro теперь с приставкой Max. В машине изменили внешность, освежили интерьер, добавили оборудование. Правда, силовая установка осталась прежней. И анонсированный раньше полный привод пока на этой модели не появился. Но все равно есть о чем поговорить и лишний повод сравнить ее с одним из основных конкурентов. Мне кажется, по дизайну моделей Geely заметно, что дружит эта китайская марка со шведской Volvo. В Volvo машины всегда были такие скучноватые, уныло правильные. Но вот и Geely на фоне остальных китайцев такой без каких-то особых вычурных и бросающихся черт со спокойным дизайном. Вот посмотрите, в отличие от многих других, да практически всех, например, гигантскими решетками радиатора, Geely не отличается. Фары все, опять-таки, вопреки сложившейся моде в едином блоке, да, нету никаких тут модных двухэтажных фар, вынесенных куда-то ходовых огней, да и самих противотуманок вообще тоже не предусмотрено. Клиренс заявлен 171 миллиметр, но под защитой картера где-то так и получается. Дорожный просвет у Geely, конечно, поменьше будет, чем у TIGA 7. Шина 18-дюймовая, 225-60. Хороший такой мясистый профиль. Двери выполнены, как я это называю, по-легковому. Уплотнитель, вот он идет по двери, а здесь просто пластмаск, но все равно вот эта вот выпирающая часть. Ну, собственно, вот по слякоти мы от мойки доехали. Вот уже хорошо видно, как она загрязняется, ну вот тоже видно, как будет загрязняться порог. Дальше, конечно, эта грязь не пойдет. Ну и сзади тоже вот такая яркая черта, посмотрите, спойлер с изгибом и третий стоп-сигнал над ним получается. Такой спортивный элемент, но в остальном дизайн задней части, в общем-то, он такой же, как и спереди, то есть достаточно спокойный. Красной перемычки между фонарями, например, нет, а это сейчас делают практически все поголовно. Объем багажника не самый большой, да и сам багажник так сделан, что называется, без любви. Ну вот одна лампочка и все. Крючок один тоже как-то хило выглядит. Розетки нет, никаких держателей нет, то есть вот ниши обозначенные. Ну а что толку? Если туда что-то задвинешь, оно на первом повороте и выскочит. Пласть, посмотрите, да. Царапины на нем уже хорошо заметны, хотя вряд ли тут какие-то прям большие грузы на пресс-парковой машине возили. Ну, тем не менее. Лучше, конечно, когда обивка ворсовая, товарный вид сохраняется дольше. Ну и в подполье докатка. Вот лучше бы всю площадь, которую размазали по горизонтали, пустили бы по вертикали. И чтобы высоты хватало положить полноразмерную запаску. Ну а тут вроде бы места много, да, но и органайзера нет. Голый металл. Положите что-то там пластмассовое и металлическое, будете постоянно слушать, как это все тут на кочках дребезжит. Ну так какие же новшества привнесла нам «семерка» с приставкой «Макс». Обрамление решетки изменилось. Во-первых, оно не хромированное, а такой вот, видите, полубронзовый такой хром. И вот эти вот клыки заходят теперь под фары. Изменились угловые секции бампера. Раньше здесь были просто ходовые огни. Теперь ходовой огонь вертикальный. И появились противотуманки с функцией статической подсветки поворота. Размерный шин, кстати, точно такая же, как и на «Атласе Про». На наших дорогах чем выше профиль, тем лучше. Кто-то, видимо, счел это очень стильным элементом, вписать буковку «Т», да еще и красным цветом. Ну, как по мне, выглядит несколько колхозно. Уж извините за скудость речи. А вот тут двери уже сделаны по таким, по кроссоверным канонам. Порог прикрыт целиком. Ну, собственно, вот, можете видеть, с той же мойки, такое же расстояние, по той же грязи мы проехали. Все абсолютно идеально чисто. Насчет доступа назад, ну, тоже никаких проблем здесь нет. Дверь распахивается на вменяемое расстояние, порог полностью чистый. И вот изменения сзади. Пятая дверь здесь изменилась. Раньше было как? Раньше вот эта красная перемычка была не полностью, она впереди прерывалась на фирменную эмблему «Черри». Теперь она сплошная, название марки написано буквами. Ну, и, собственно, изменились еще патрубки выхлопной системы. Это все фальшь. Патрубок один, выходит он под бампером вот тут вот слева. Но имитация раздвоенного выхлопа тоже, как это стало модно. У «Атласа Про» интересный спойлер с изгибом посередине. И у «Семерки» тоже такой лесенкой по краям тройной. Тоже выглядит интересно, достаточно стильно. У «Тига-7» есть то, чего нету у переднеприводного «Атласа Про». Электропривод пятой двери. И поднимается она чуточку повыше. Я со скрипом, но все-таки прохожу с чуть большим запасом, чем в «Джиле». Багажник по объему примерно то же самое, но сделан с большей душой. Тут два крючка, причем они такие откидные сделаны, чтобы за них ничего не цеплялось, если в них нет нужды. Крючок есть и слева, и справа. Вот он, такой же. И плюс еще 12-вольтовая розетка по левому борту. Можно подключить компрессор или что там вам нужно. Обивка ворсовая, царапины, внешний вид портить не будут с годами. А вот тут, смотрите, тут все гораздо приятнее для наших дорог. Полноразмерная запаска. Вот то, о чем я говорил. Лучше пустить пространство по вертикали. Запаска нормальная, органайзера фактически нет. Разве что пару тряпок сюда засунете, поэтому какой-нибудь набор автомобилист придется, конечно, держать в основном отделении. Очень мне нравится схема открывания капота, как на «Джиле». Она редко встречается, но по мне для нашей слякоти удобная. Вам не нужно нашаривать рычажок страховочный под капотом. Вы просто два раза дергаете рычажок в салоне. И все, сразу капот открывается. А здесь, здесь все по китайской моде. Разве что единой пластиковой накладкой все не закрывают. Ну, собственно, вот все рабочие горловины выведены. Тормозуха, теклоомыватель, расширительный бачок. А все, остальное закрыто. Ну да, дотянуться до щупа, в принципе, можно, хотя вы испачкаетесь. Потому что вот этот вот колодец в накладке, он, вот смотрите, весь грязный. А доливать масло, это вот тут вот у дальней самой стороны. То есть вы, скорее всего, одежду, крыло испачкаете. И руку, и масло прольете, если будете доливать без воронки, потому что горловин глубоко. Ну, или придется снимать эту накладку. Ну, с другой стороны, лучше, конечно, снять, что тут несколько за щелок. У аккумулятора своя персональная крышка. Ну, вот подзарядить его можно. Хотя, вот, посмотрите, с плюсовой-то еще могут быть проблемы. Если у вас такие хорошие, что называется, ухватистые крокодилы. Посмотрите, вот эту пластмассовую накладку всю клемму практически закрывает. Короче, намучаетесь. Пластик батареи, кстати, о ком отечественная. Собственно, о том, что же скрывается под этой крышкой. Двигатель 1.5 Turbo, 177 сил. Это практически самый мощный китаец, потому что, например, у Tiggo 7 147 сил. А Havail Jolion это 143-150. В общем, 177 сил это очень и очень неплохой показатель. Состыкован с этим двигателем шестиступенчатый классический автомат. Если машина полноприводная будет, там уже стоит преселективный робот. Здесь же классический шестиступенчатый автомат. Ну, плюс технологии Volvo. Как-то доверия к такому сочетанию больше. Народ у нас все-таки классический автомат любит. Под капотом Cherry все спрятано еще лучше, чем у Джили. Вот то, о чем я говорил. Вот здесь китайцы дошли до прямо единой панели. Ну, так несколько прорезей сделали, чтобы жар от двигателя отходил. Тут даже на одну горловину в доступе меньше. Не замерзайка, расширительный бачок, тормозуха. Ну, ищите, если вам вдруг понадобится. Вот эту штучку мы открываем. Ага. Тут у нас масло долить, по крайней мере, будет удобнее, чем Джили. А вот масляный щуп вынимать несколько удобнее. Ну, по крайней мере, вы не испачкаетесь. Аккумулятор. Ну, здесь, в общем-то, та же картина. Прикурить вы сможете. Кстати, заметьте, вот тут плюсовая клемма ничем не огорожена. Нацепить крокодил без всяких проблем можно. Но, опять-таки, для замены аккумулятора придется снимать дополнительные панели. Ну, а что же там скрывается? Там скрывается тот же турбомотор 1.5, что и был. На машине 147 сил. В китайской прошивке он выдает 156. Для нас чуть-чуть дефорсирован. И сочетается с ним вариатор. Беступенчатый с девятью виртуальными передачами. Ну, кто-то скажет, не робот. Уже хорошо. Но и не автомат. Такой, как мне кажется, средний вариант по степени доверия у наших автомобилистов. Как только садишься в Atlas Pro, хочется похвалить сидение. Такая хорошая, знаете, европейская школа. Боковая поддержка чувствуется и на спинке, и на подушке. Интересная особенность сидения, отделанные эко-кожей. Но вот по краям вставки под карбон. Непонятно, как карбон и кожа, и обивка сидений сочетаются. Но вот как есть. Выглядит забавно. Впечатление о количестве опций в Atlas Pro складывается обманчиво. Ну, например, здесь вот в ряду клавиш управления микроклиматом одна качалка с регулировкой температуры. Но как только на дисплее выскакивает меню, вы понимаете, что климат на самом деле двухзонный. Или обогревы. Что, неужели тут ничего нет? Нет. Есть. Все через сенсорный дисплей. Отдельное меню на обогрев передних сидений. И отдельное меню на обогрев руля по всему ободу. И отдельно включаются отдельным виртуальной клавишей обогрев форсунок стеклоомывателя. В целом, интерьер, конечно, стильный. Материалы подобраны классно. И сочетаются они хорошо. Из минусов отмечу, ну, маленькую кнопку аварийки, которой к тому же приходится тянуться. Центральный дисплей большой, но он от логии. И он очень сильно бликует. Яркости ему не хватает. Покрытие очень такое светопритягивающее. Такая интересная фишка. Перед правым пассажиром есть такая сенсорная шкала регулировки громкости. Он может этим поиграться, потому что водитель, естественно, настраивает громкость с руля. В остальном все достаточно прилично. Комбинация приборов полуцифровая, потому что слева и справа шкалы антифриза и уровня топлива. Они остаются неизменными. Да и по центру дизайн, в общем, меняется не сильно. Но все читабельно, все хорошо. Подстаканники разноразмерные. Правда, тот, который маленький, совсем уж какой-то маленький. Зато тут удобная такая ниша под брелочек. Он, кстати, в форме машинки сделан. Тоже подошли с душой. На заднем сидении более чем просторно. Я вот сажусь сам за собой. Если у меня в ладонь остается запас пространства по коленям до спинки переднего сидения. И ноги под сидение влезают. И место над головой что спереди, что сзади хватает. В общем, машина очень просторная. Кстати, что по длине, что по величине колесной базы. Чуточка больше, чем TIGA 7. Интерьер Cherry TIGA 7 Pro Max. Конечно, не такой стильный, как у Atlas Pro. Такой более традиционный. Но зато он удобнее. Во-первых, подстаканники здесь нормального размера. Есть ниша для беспроводной зарядки телефона. Причем, смотрите, вот с таким вот милым резиновым ковриком. Бокс центральный. Побольше объемом. Все настройки микроклимата вынесены на отдельный блок. И пускай кнопки сенсорные, но за ними не нужно лезть в несколько кликов еще в центральное меню. Обогревами, кстати, тоже управлять проще. Опять-таки, обогрев сидений тоже включается одним нажатием. Кнопки, хотя и сенсорные, но это одно нажатие, а не два, как на джиле. Обогрев руля включается, собственно, непосредственно на руле. Вот за обогревом лобового стекла придется все-таки залезть в недра мультимедийной системы. Но тут тоже есть превосходство над джиле, потому что обогрев у Cherry идет по всей площади лобового стекла. А у Atlas греется только самая нижняя его часть. Ну и по остальным обогревам паритет. Форсунки омывателя греются на обоих китайцах и задние сидения тоже. Раньше вот этого кластера не было. Были отдельные дисплеи, цифровая приборка с маленьким 7-дюймовым дисплеем и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Теперь в едином блоке под единым стеклом два дисплея по 12,3 дюйма. Тоже, конечно, бликуют. Вот почему-то китайцы не могут сделать по-другому. У немцев, что ли, подсмотрели. Но здесь графика более красочная и сами дисплеи ярче. Поэтому дискомфорта от бликов меньше. Всегда все видишь. Тоже здесь есть три возможных дизайна у комбинации приборов. Но если у Atlas Pro в двух вариантах меняется просто цвет, в третьем, да, чуть-чуть меняется графика. То здесь кардинально меняется графика во всех трех вариантах. Если хотите что-то вот понастраивать под себя, Cherry, конечно, будет поинтереснее. Сидение у него не такое удобное, как у Geely. Но зато здесь регулируется поясничный упор электроприводом. Причем и по высоте, и по вылету. Настройки тоже с памятью. Это в дорогих комплектациях. Семерки теперь есть. По одному огреху сборки все-таки я нашел. Да даже особо искать не пришлось. Они просто лезут на глаза. У Atlas Pro кривая обшивка левой передней стойки. Волна на ней идет. А на TIGA 7 Pro Max вот неаккуратно поставили нижнюю накладку под климат-контроль. Вот с одной стороны у нее ровный зазор, с другой стороны она почему-то на пару миллиметров выше. По заднему сиденью, несмотря на небольшую разницу в длине и величине колесной базы, у машин паритет. Все то же самое. Ступни точно так же в Cherry можно убрать под переднее сидение. У Cherry есть панорамная крыша, которой Atlas лишен. Ну а по удобствам одно отличие, и то мизерное. Обогревы есть, но Atlas Pro дает два USB порта для зарядки, а в Cherry он только один. В Atlas более плотное кресло, настраивает на спортивный лад. Трогаешься, и в принципе машина тебя не разочаровывает. Руль здесь дает больше обратной связи. Не сказать, что он тяжелее, но вот лучше понимаешь, на какой угол повернуты колеса. Подвеска пожестче, не критично, но пожестче это чувствуется. Не до дискомфорта. Контраст особенно явный на фоне того, что размерность и у Cherry, и у Atlas одинаковая. Размерный шин имею ввиду. Atlas субъективно потише на ходу. Не сказать, что Cherry громкий, но вот Atlas тут совсем корректные сравнения провести сложно, потому что на дорогах слякоть, она дополнительный шумовой фон все-таки делает. Но обе машины на нешипованных шинах и достаточно тихие. По динамике выходит паритет. По паспорту Tiga должен быть быстрее. У него 9,8 секунды до сотни. У Atlas 10,5. И, казалось бы, Atlas же на 30 сил мощнее. Такой весомый перевес на 20%. Если смотреться технические характеристики, в общем, объяснение этому находится. Atlas на 150 килограммов тяжелее. Ну и, видимо, его шестиступенчатый автомат оставляет в себе больше сил, нежели вариатор на Tiga. Здесь тоже есть система выбора ездовых режимов, экономичный, комфортный и спортивный. Ну и тормоза на Gile показались более информативными. Не сказать, что у Tiga какой-то недостаток по этой части, но вот именно в сравнении двух машин Atlas получился немножко приятнее. Видимо, вот это вот европейское влияние дает о себе знать, и Atlas Pro поставил впечатление более точно и породисто настроенной машины. По проселкам мы на этих машинах тоже проехались. Дальше, как вы понимаете, на переднеприводных кроссоверах с невеликим клиренсом, в общем-то, съезжать и не хочется, да и чревато это. У обоих отключается система стабилизации, у Atlas клавиши. У Tiga для этого нужно залезть в недро меню, причем не в мультимедийной системе, а на комбинации приборов. И тоже там есть отключение. Но так как отдельной клавиши нет, это не очевидно, и некоторые думают, что систему отключить нельзя. Вот на 80 км в час система стабилизации включилась на Atlas. Cherry, например, допускает вообще любую скорость. Там до законных 100-110 мы разогнались, и если система отключена, то она так и оставалась отключенной. Tiga 7 машина вообще без каких-либо спортивных амбиций, такой руль пстоватый, едет он, в общем-то, соответственно. Я не могу сказать, что это недостаток. Машина абсолютно безопасная, легко предсказуемая. Все с ним в порядке. До полного счастья, наверное, не хватает полного привода. Приставка Max у Tiga 8 означает как раз полноприводную версию. Здесь обманули, не додали. Но полный привод в обозримом будущем должен появиться, будет гамма еще расширяться. Двигатель с вариатором хорошо ладят. Настройка у вариатора современная, то есть при разгоне он не зависает на одних оборотах. Досаждая гулом имитирует переключение передач, гуляет оборотами, разгон динамичный. И на нажатии газа Tiga 7 откликается быстрее, чем Atlas Pro. Atlas'у в его шестиступенчатом автомате еще нужно время, чтобы сбросить передачу другую. И вот идет секундная задержка и уже потом разгон. Выбрать у Tiga можно только из двух ездовых режимов. Экономичный или спортивный. Нормального, какого-то среднего, здесь, увы, нет. С другой стороны, повадки в этих режимах меняются не сильно, так что невелика потеря. Ну и вот полезное приобретение, которое появилось у S7 именно на Max версии, это набор электронных ассистентов максимальной комплектации. Это адаптивный круиз-контроль и из десяток других помощников, которые к нему прилагаются. Это и удержание в полосе, и автоторможение, и т.д. и т.п. Не бесполезный набор, тем более, что на Chery они работают по радарной технологии. Я имею в виду сейчас адаптивный круиз-контроль, вот это поддержание дистанции. Что, в общем-то, подразумевает адекватное поведение. Да и вообще, в целом, штука полезная, приятная. На проселке, управляя семеркой, чувствуешь себя чуть более уверенно. Потому что, как я уже сказал в начале, у нее и клиренс чуточку побольше. Интересно настроенные на обеих машинах системы стабилизации. В самый момент трогания они слегка придушивают колеса и обрубают тягу. Но потом, как только наберешь ход, в принципе, буксовать они дают. То есть, чтобы пройти, например, поворот с легким сносом, или чтобы ходом преодолеть сложное место, в принципе, систему стабилизации отключать не обязательно. По потребительским свойствам, Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max близки. А что по цене? Atlas в переднеприводном варианте стоит от 2 миллионов 760 тысяч до 2 миллионов 880. Это что касается переднеприводной машины. Полноприводная, гибридная, это как минимум 3 миллиона, 3 300, но и комплектация будет богаче. Ряд опций переднеприводной версии, в принципе, недоступен. Семерка. Если выбрать дореформенную машину, обычной Tiggo 7 Pro, то относительно переднеприводного Atlas сэкономите 1100 при схожем оснащении. Ну, небольшая, но выгода. А вот такой вот Pro Max уже дороже. Минимум это 2 миллиона 830 тысяч, и в максималке топовый, вот такой вот, как сейчас вы видите на картинке, это почти 3 миллиона рублей. Но зато и опций у него будет больше, чем у Atlas. Вот только название ему бы еще покороче, а то устанешь выговаривать. Друзья, у меня на этом все. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Напоминаю вам, что журнал «За рулем» представлен во всех социальных сетях. Счастливо, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин